Лондон, 1 мая, РИА Новости, Мария Табак Столичная полиция Лондона, вопреки сообщениям британских СМИ, пока не выяснила, кто именно отравил Сергея Юлию Скрипаль, заявил во вторник советник по нацбезопасности Великобритании Марк Сидвилл. Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Салсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы и эксполковник запаса груз Сергея Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом А-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил ВИА Новости, что вещество, которое на Западе называют «новичок» и которое предположительно применили в Салсбери, состояло на вооружении или в пользовании США. Как сообщил недавно таблоид Сунда Пиопли со ссылкой на свои источники, британские полицейские подозревают, что к попытке отравления Скрипалей может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом Гордон. Отвечая на вопрос одного из членов Комитета по обороне Палаты общин, установила ли полиция исполнителей покушения, Сидвил ответил коротко, пока нет. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код инфографика. Самые страшные отравляющие вещества на вопросы относительно обеспечения безопасности россиян, получивших в Великобритании политическое убежище. Сидвил ответил, что полиция пересматривает меры безопасности людей, которым может угрожать опасность. Полиция, отвечающая за обеспечение личной безопасности, и различные ведомства пересматривают меры безопасности всех людей, которым может угрожать опасность, отметил Сидвил. Ранее он в письме Генсеку НАТО Йенсус Сталтенбергу сообщил, что российские спецслужбы якобы вели на протяжении пяти лет слежку за скрипалями его дочерью, а также якобы считают перебежчиков оправданной мишеней. Представитель офиса британского премьера недавно сообщил журналистам, что британские власти регулярно пересматривают меры безопасности всех, кому может угрожать опасность. Причем речь идет далеко не только о россиянах. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Субтитры сделал DimaTorzok